ГОРОДСКИЕ ВСТРЕЧИ 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 и в СМИ, и в социальных сетях. Это касается момента упомянутого на федеральном уровне сбоя государственных услуг сайта. Как он сейчас функционирует? Стоит ли торопиться с подачей заявок? Количество семей, которые имеют право на 5 или 10 тысяч рублей в нашем регионе, это свыше 170 тысяч. Представьте себе, когда было сказано, что указ президента разрешает 10 тысяч или 5 тысяч на семью, и все стали в этот момент обращаться к порталу госуслуг. Соответственно, нагрузка на технику была большая. И, наверное, вот эти сбои произошли. Но для того, чтобы люди имели возможность подпадать заявление и получить эти денежные средства в временном промежутке, дана возможность подать заявление до 1 октября этого года. Поэтому я считаю, что тут спешить не нужно. То есть сегодня идет соответствующая работа федеральных органов по настройке портала госуслуг, расширение возможностей и упрощение самой технологии подачи этих заявлений. Давайте уточним несколько моментов. Во-первых, что касается СНИЛСов. Не все родители успели их оформить. И другой момент. Это, скорее всего, исключение. Но у некоторых нет интернета. Как бы быть в таких случаях можно ли прийти лично на прием? Ну, во-первых, надо сходить из того, что дети до 16 лет – это уже, так сказать, родители, которые могут пользоваться электронными сервисами. И если даже посмотреть нашу работу с более старшим поколением, то сегодня мы уже практически 70% всех заявлений на установление пенсии получаем в электронном виде. То есть в большинстве своем населении подготовлено к тому, чтобы оно могло подавать те или иные виды заявлений, документов через портал государственных услуг. Что касается технологий, то там действительно для того, чтобы ребенка идентифицировать и нам принять положительное решение в заявлении, мама или папа должно указать СНИЛС ребенка. Практически сегодня у нас все дети имеют СНИЛС, за исключением там где-то 2-3 тысяч детей, у которых СНИЛС нет. Поэтому для того, чтобы семья получила СНИЛС, им необходимо все-таки приходить к нам в территориальный орган пенсионного фонда или в МФЦ, подавать соответствующие заявления, предоставлять свидетельство о рождении на ребенка, и мы тогда ему присвоим страховой номер. Просто надо обратить внимание наших телезрителей на то, что сегодня с целью сохранения здоровья, не заражения людей, вирусом. У нас посещение наших террорганов идет только по предварительной записи. Для жителей города Рязани и Рязанского района телефон для записи на предварительный прием это 30-30-30. И можно по другим вопросам обращаться на эту линию. Это многоканальный у нас телефон. И вот тоже в прошедшие дни показали, что обращение к этому телефону тоже очень высокое. И хочу обратить внимание, что если по каким-то причинам ответ задерживается, то не надо сразу класть трубочку, надо подождать. Потому что операторы, если они все заняты, то как только освобождается, он сразу переключается на новый звонок. Поэтому сейчас тоже у нас расширением идет и количество специалистов для приема на звонки. И я думаю, что с точки зрения записи на предварительный прием населения, у нас этот вопрос тоже отладится. Есть люди в Рязани, да и в других регионах, которые считают, что в пенсионный фонд якобы невозможно или очень сложно попасть. Поясните эту ситуацию. Как работает ПФР сейчас? Ну, во-первых, мы с вами сказали, да, что 170 тысяч семей, которые имеют право. Если, конечно, все начинают приходить, вот как был у нас, вот 11, это был выходной, 12 мая, да, после указа президента, большинство стали приходить или за консультацией, или уже подать заявление и так далее. И ясно, что ажиотаж большой, и, так сказать, чтобы всех разместить в клиентские службы, мы этого позволить не можем, то есть соблюдать социальную дистанцию и так далее. И принимали, в первую очередь, только по предварительной записи. Но сейчас вот показал анализ, что практически на июнь на весь у нас уже все время, которое для приема отведено, оно уже занято людям, которые записывались на прием раньше. Поэтому те, кто не смог записаться, они вот пришли к нашим зданиям одномоментно, да, и, как правило, утром. Ну, потом, значит, мы приняли меры для того, чтобы организовать прием уже вне записи. И вчерашний день показал, что уже народ более-менее успокоился, что есть вопросы, что решаются вопросы и с порталом госуслуг, и с предварительной записью на прием. Ну, и наступило понимание того, что действительно спешка здесь не нужна. Время до 1 октября у всех достаточно. И даже вот если сходить из практики за апрель, то мы вот в апреле приняли более 16 тысяч заявлений. По ним мы приняли 13 тысяч положительных решений, 3 тысячи отказных. По 13 тысячам оплата за выплаты, вернее, за апрель месяцев, она поступила своевременно на те счета, которые семьи указали в своих заявлениях. Еще один обсуждаемый момент – это возрастную цену детей для получения выплат. Почему в семьях без материнского капитала для права на выплату учитываются дети, рожденные до 2020 года? У всех это может разную реакцию вызвать. Еще хочу отметить, что те изменения, которые были внесены в закон о материнском семейном капитале, то есть с 1 января 2020 года, даже при рождении первого ребенка, мама уже имела право на материнский семейный капитал. Поэтому, как я говорила, что мы этих детей уже учли, и по ним мои решения приняты. И осталось, в связи с тем, что многие семьи обращались и в пенсионный фонд, и в государственные структуры, вот почему-то семьи, у которых есть материнский капитал, на одного ребенка получают выплату, а если он родился, допустим, ребенок 18 декабря 2019 года, и в семье он один, на него выплат не положено. От этой непределенности отойти президенту было принято решение все-таки всем семьям, у которых имеются дети до трех лет, выплатить по пять тысяч за апрель, за мае и за июнь. Мы затронули тему материнского капитала. Давайте напомним нашим телезрителям, кто имеет право на него, и в каком объеме. Ну, материнский семейный капитал, тема для населения, к счастью, она уже всем понятна. Ну, для того, чтобы восстановить в памяти, да, на материнский семейный капитал имеет право семьи, у которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок или последующий, а до 1 января 2020 года право имели семьи, у которых рождал в семье второй или последующий ребенок. Значит, если в семье имеется право по ситуации рожденного одного ребенка, то стоимость или размер материнского семейного капитала 466 тысяч рублей. Если рожденный второй ребенок после 1 января, то сумма материнского семейного капитала увеличилась еще на 150 тысяч, до 616 тысяч рублей. Как можно использовать материнский капитал, потому что изменения были в этом году? Ну, во-первых, материнский семейный капитал направления остались те же самые, то есть это на улучшение жилищных условий, на получение образования детьми, на формирование накопительной пенсии мамы, на содержание детей в детских и дошкольных учреждениях и на приобретение средств реабилитации для детей-инвалидов. Несколько поменялись технологии по оформлению использования денежных средств. Во-первых, если семья решила использовать денежные средства на улучшение жилищных условий путем ипотечного кредитования и обращается в соответствующее кредитное учреждение за ипотекой, то при решении вопроса о выдаче кредита сегодня у нас договоренность с банками, что они принимают сразу заявление и на материнский семейный капитал, его использование. То есть придя в банковскую структуру, человек, в данный момент, решая, подает заявление и на кредит, и на использование средств материнского семейного капитала. И тогда и банк потом нам передает эти документы по электронной почте. Соответственно, сегодня тоже уменьшены проценты по ипотечному кредитованию для семей, имеющих материнский семейный капитал, так называемое льготное ипотечное кредитование, до 6%. Сертификат на материнский капитал можно тоже оформить электронно? Сегодня мы уже пошли по пути, так называемого, проактивного оформления материнского семейного сертификата. Это о чем говорит? То есть семье не нужно писать заявление. Как только у них родился ребенок, и они зарегистрировали его в органах ЗАГСа, мы получаем информацию. И дальше, уже имея сведения о рожденном ребенке, мы собираем всю необходимую информацию, выносим решение о праве семейного материнского семейного капитала, и в электронном виде, в их личный кабинет, или на сайте пенсионного фонда, или на портале госуслуг, направляем электронное извещение, что такое решение принято. Далее им только остается определиться с использованием и направить нам соответствующее заявление на использование средств материнского семейного капитала. Еще одна тема, которая потерялась немного у нас на фоне других новостей, это переход на электронные трудовые книжки. Расскажите, какие преимущества будут иметь работодатели, сотрудники, и куда обратиться с заявлением? Преимущества очень большие. Во-первых, не нужно переживать и работу дателю, и самому гражданину за сохранность трудовой книжки в бумажном виде, потому что разные ситуации бывают. И пожары, и наводнения, и так далее. И мы сталкивались с проблемой, когда гражданинам необходимо подать сведения трудового стажа для начисления пенсии, а трудовая книжка или сведения трудовой деятельности на бумажных носителях, они и сгорели в пожарах, и так далее. И потому некоторые граждане потеряли, и сам размер в пенсии пострадали в этом смысле. И далее можно было подделать эти записи в трудовых книжках. Вот от этого всего уйти, государственно принято решение вести учет трудовой деятельности граждан в электронном виде. Этот учет ведет сам работодатель, но в обязательном порядке сдает нам в пенсионный фонд соответствующую отчетность. По всем приемам на работу, увольнениям, передвижениям по службе и так далее. И все это мы заносим на соответствующий лицевой счет гражданина, и у него есть возможность всегда при желании посмотреть, что у него имеется, какие сведения в пенсионном фонде, или через свой личный кабинет, или непосредственно потом обратиться в клиентскую службу. Преимуществ, то есть по трудовой книжке, очень много. Но, как я отметил всю информацию, данный ведет сам работодатель, сдает эту отчетность в пенсионный фонд. Ну, а у работника есть возможность или через работодатель информацию получить, или через пенсионный фонд. И, как я понимаю, кто захочет остаться с бумажными книжками, он до января остается с ними. Может в любой момент распечатать электронную трудовую книжку тоже? Нет, только до января. То есть в течение 2020 года всем работникам предоставлено право определиться или продолжать им вести трудовую книжку, или перейти только на учет трудовой деятельности в электронном виде. И такое заявление они работодатель должны подать до 31 декабря 2020 года. Сегодня эта работа проводится. Многие граждане приняли решение вести в электронном виде, в том числе вот я тоже такое же заявление подал. Поэтому трудовая книжка сегодня у меня на руках, а все остальное ведется в электронной форме. А вот те граждане, которые начнут работать в свою трудовую деятельность с 1 января 2021 года, то там трудовая деятельность будет вестись только в электронном виде. Но хочу отметить, что если гражданин принял решение в этом году оставить трудовую книжку в бумажном виде, работодатель будет ее вести, как и вел, но в электронном виде он все равно всю информацию будет передавать к нам в пенсионный фонд. То есть в данном случае будет как бы двойное ведение вот этих сведений. И запись на бумаге будет, и будет передаваться в электронном виде. Спасибо. И на сегодня это все. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова